Доброе утро всем. Четыре часа. Маленька, привет. Это как будто и спать не ложилось. Я вообще поспала только час, получается. Хорошая. Доброе утречко. Стоем давайте, девочки. Просыпаемся четыре часа уже. Давайте пока соберемся. В пять часов будем выходить. Вот это все убрать. У меня уже сил не было. Я уже просто отключалась. Хотя в часик я поспала. Это я хочу сейчас подогреть. Картошечка. Индюшка. Брокколи хотя бы с собой взять. Тоже я не знаю, наверное, с собой взять. Потому что за неделю они пропадут. Это жалко. Цукини. Посуду помыть. Нужно все в машинку загрузить. Доброе утро. Папа, да, проснулся. Влог я уже загрузила. На десять утра поставила. Он заряжается. Компьютер вот здесь вот. Самое главное не забыть. Все провода. Телефоны, зарядки. В общем, все устройства. Самые важные. Выгулять собаку обязательно. Что-то мне так холодно. Я хотела поехать в платье, но я не поеду в платье. Мне холодно. Меня, по-моему, прямо аж трясет. Все, ребят, мы поехали. Пять часов утра. Так, все? Все уселись? Нет. Все же, как всегда, на позитиве. Бак полный. Поехали. Уже светлеет. Солнышко встает. Поехали мы. Все загрузились. Все, вроде ничего не забыли. Все взяли. Все их взяли. Поехали. Так, у нас первая остановка и первое происшествие. Первая эмергенция. Въехать. Вот что у нас. Не вижу. Меня Бонни обливала. Я ее взяла, и она как давай там полоскать ее. Теперь мне нужно переодеться срочно, потому что у меня все мокрое, и я так не могу ехать. Мне пришлось переодеться. Потому что штаны совсем мокрые, неудобно. Надела платье. Нам ехать еще, знаешь, сколько? Мы только час едем, и уже первое происшествие. Я надеюсь, она не будет каждый час там. Мы час уже едем. Ну да. Папа ее выгулит. Переодела платье, в котором я хотела ехать. Чего ты? Она. Папа ей это. Люлапом чисил. Вот так. Бонни, вот у нас уже где лежит. Наверное, здесь ей все-таки лучше. Она смотрит на дорогу, и ее не укачивает. И все, не успеет. Младше еще сидит. Едем почти два часа. Бонюсь. Такое интересное следит за дорогой. Не жарко, нормально так. Просладненько даже. Ксюнчик. Устал? Нет, не устал. Но кушать хочется. Сейчас буду кормить. Кому там весело? Вот так. Марго, засунься. Ты чего? Спать хочу. Но она заняла мое место. Конечно. Она уже спала на той стороне. Все, чуй. Сколько ты спишь на окне? Она уже спала на окне, Марго. Мы проезжаем уже в Францию. То есть въезжаем в Францию. И прячем Буми. А, ну да, это получается мы из Швейцарии и во Францию. Тут никто не останавливает. Ничего не проверяют. Вроде никого нет. Никто не останавливает. Так, ну что, мы добрались до Франции. Это что такое? Все, теперь нужно ехать спокойно до Испании. А там уже посмотрим. Здесь на границе никого не было. Посмотрим, как в Испании. Будет контроль или нет. Ксюша все спит и спит. Нет вообще никого. Никакого контроля, ни проверки, ни тестов. Вообще ничего. Будто никакой короны и нет. Мы приедем где-то примерно часов в 7 вечера. Я так думаю. Сейчас будет остановка. Остановимся, походите немножко. У меня тоже коленки болят. Затекли коленки. Потому что ноги согнутые. Сейчас у нас без 15.9. Но она еще не спит. Она устала. Ее еще один раз отошнило. Немного. За это время два раза ей стало плохо. Надеюсь, больше не станет. Нужно водичку купить. Мы водичку с собой не взяли. Сейчас будет остановка. И мы возьмем водичку. У нас солнышки. Она спать хочет. Она засыпает на ходу. Она засыпает. Спи, Бонечка, спи. Мне больше всего нравится ехать ночью. Потому что все дети спят. Тишина. И считай, больше половины пути они спят. Сейчас мы выехали утром. Но не потому что мы захотели. А потому что мы рассчитали так время. Въезд в квартиру с 5 до 8. Вот. И раньше мы приехать никак не можем. Если мы выехать... Если мы выйдем ночью, то мы приедем очень рано. Нам там стоять, сидеть, непонятно где, ждать, пока нас пустят. Вот. Поэтому нам пришлось выехать утром рано. А так вообще мы всегда ездили только ночью. Это очень удобно. И быстрее время проходит. И дети не конючат, не устают. У нас остановочка небольшая. И Бонни сразу проснулась. Нужно выгулить ее. Подыши свежим воздухом, Бонни. Куда я делала батарейку, ты не помнишь? В какую сумку я положила? А, Ксюша! Я в твою сумку батарейку положила. Дай, пожалуйста. Меняемся местами? Скандал у нас тут. Скандал. Кому-то захотелось ехать вместе с Бонни, рядышком. Утка. Ты хочешь снять в каучу? Мама. Купили водичку для Бонни у него. Поместишься там? Точно? Удобно? Я. Макс, давай садись. Смотрите, как мы подъехали в следующий пост и будем сейчас оплачивать. Это мы будем платить за дорогу, по которой мы едем. Пробка. Почти 3 километра. Не знаю, почему, что там случилось. Нам показывают 2,6. Время увеличивается от нашего приезда. Задерживаемся. Бонечка у нас здесь сидит с нами. Бонюч, жарко, да? Малышка. Что-то там случилось. Либо у кого-то машина поломалась, либо авария. Ничего особенного там не случилось. Видимо, просто сломалась машина. Но почему такая пробка длинная? Потому что машина была припаркована у бордюра. И, в принципе, тут много места. И почему пробка не поймут. Причем длинная. Мы уже в пробке стоим, наверное, минут 30. Не больше. Я не знаю, как девчонки спят. Ксюша с Маргаритой. Потому что Макс с Каролиной, они так галдят. Даю. Им просто уже все равно. Они уже настолько устарчивые. Они даже не слышат. Она меня уже выгоняет, спихивает с моего места. Но ей здесь удобно. И тихо, и спокойно. Потому что дети там балуются. И она напрягается. Мне нравится. Папа устал? А? Не устал? Нет? Папа уже, наверное, две бутылки разбул, а вот это третья. Сидеть. Немножко нужно подзаправиться. Не хватает бензина. И поедем. Тебе нужно выпить таблетку? Я выпила. Кого ты там увидела? Таблеточку нужно выпить, Маргарите. Я уже выпила. Выпила уже? Нужно полчаса подождать. Ну что? Пока растворится. Пока поддействует. У тебя как-то нормально? Укачивает, нет? Ходя, помогают таблетки? Ей не помогает. Не помогает. Да? Жалко, мы сегодня искупаться не успеем. Потому что пока мы приедем, пока мы вещи разберем. Мы больше не будем походить. Покушать надо будет. Ну, может, мы пойдем покушаем куда-нибудь? У нас-то продуктов нет. А завтра воскресенье, все закрыто. Лео. По-моему, в Испании тоже воскресенье все закрыто. Ага, а может быть, да. Может быть, там, где место для туристов, там, скорее всего, может быть, воскресенье открыто, не знаю. Ну, посмотрим. Если открыто, то мы завтра поедем за продуктами. Потому что у нас ничего с собой нет. Надо что-то готовить на завтрак. Жарко, уже чувствуется. Плюс 33. У нас там было прохладно, где-то 18 градусов. Тут уже 33. Уже ощущается. Мы едем с закрытыми окнами, кондиционер включен. На улицу выходишь, прям воздух горячий. Мама, Калина чуть хочет пить. Пить хочет. Где она? Каролина, давай я попить дам Бонни. Кстати, мы кое-что забыли. Мы забыли взять чашки для Бонни, для корма, для водички и для корма. Ну, ладно. Думаю, это не проблема. Там в квартире найдем какие-нибудь чашечки, посуду, и она будет оттуда кушать. Еще один пост, который нужно оплатить. Я надеюсь, последний. Посмотрим, сколько в этот раз. Первый раз оплатили 29, потом оплатили 38. И сейчас посмотрим, сколько выйдет. Так, мы в этот раз заплатили меньше 14 евро. Так, все, двигаем дальше. Включаем музыку. Там уже 2 часа надо ехать. Да, 2 часика осталось и приедем. Чуть-чуть. Я думаю, один. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Вот на 2 часика усните и все замечательно. Так, ну что, ребят, мы уже близко-близко, очень близко. Буквально несколько минуточек и мы будем у пляжа. Бонни, мы приехали, представь себе. Твои мучения закончились. Будем играть с твоим собакой. Он не будет сказать, что это не мой друг. Мы помним эту улицу. Сейчас покажу, где мы раньше, куда мы раньше поворачивали. Вот этот ресторан мы сюда ходили обедать. То есть, вот сюда мы хотели завтракать. И вон там в квартиру вход. Сейчас папа быстренько сходит в отель. Договорится насчет номера. И он должен спросить, куда машину парковать. Потому что мы не можем здесь ее оставлять. Там у них своя парковка. А потом за нами придет, и мы все вместе пойдем. Все, ребят, мы на месте. Посмотрите, какой вид у нас. У нас седьмой этаж. Красиво. И вид на море просто обалденно. А тут уже были. Мы были тут, только немножечко вон там. И на вот этой горке мы катались. Так, ребят, мы пока сделаем обзор квартиры немножко попозже. Мы сейчас поедем за продуктами. Потому что у нас полтора часа. А потом все покажем, расскажем. Я стояла в видео. Через полтора часа магазин закроется, а у нас продуктов нет вообще. И вот здесь потом будем купаться. Волны есть, кстати. А тут всегда волны есть, по-моему. В прошлый раз тоже волны были. Закат красивый. Сонышка садится. Мы поехали быстро за продуктами. Девчонки остались дома. Поехали только младшие. Сейчас мы возьмем самое такое необходимое, быстренькое. У нас мало времени. У нас час где-то. Далеко? Нет, недалеко. У нас час есть. Возьмем там перекусить на завтрак что-нибудь. А может быть завтра утром мы пойдем куда-нибудь позавтракаем. Посмотрим. Купаться пойдем завтра уже. Сегодня уже не пойдем купаться. Кстати, у этого отеля есть бассейн небольшой. На пляж мы точно пойдем. Вот насчет Бонни я не знаю. Нам придется, скорее всего, ее оставлять дома. Потому что будет жарко очень. И я не знаю, если с собаками можно на пляж вообще. Ну, мне кажется, ей будет очень жарко. Поэтому мы с ней будем гулять только вечером. Ну, мы ее будем выгуливать утром, как обычно, в обед. Чтобы она в туалет сходила. А так, чтобы на долгую прогулку мы будем только с ней выходить вечером. Когда вот солнышко будет уже садиться, тогда... Бонечка. Так, сейчас мы быстренько загрузим все в холодильник. Купили водичку, потому что из под краном здесь не пьют. Что мы еще тут купили? Так, это я не знаю. Это какая-то фреска. Порчата фреска. Котлетки. Рыбка красная. Это я не знаю, что такое. Это уже готовые. А, это крылышки. Взяла порошок. Буду стирать мои джинсы, которые Бонни испачкала. Это влажные салфеточки. Это йогурт греческий. С кусочками шоколада. Вот эти вот мармеладки, которые все просто любят. Это желе. Да. Вот. Они такие вот тут разноцветные. Разного вкуса. Папа. Седорочка. Какой-то коктейль свежий. Маракуйя. Манго. Еще яблоко. Еще что-то. Это свиные ребрышки, по-моему. Папа взял. Пожу попробовать. Это уже готовое все. Это просто нужно подогреть и кушать. Так, фольга. Потому что мы взяли пиццу. Даже микроволновка есть, только заметила. Взяли пиццу, чтобы пиццу делали в духовке. Взяли вот такую вот пиццу. С чем она? С колбасой, с ветчиной, с сыром. Здесь креветки с сыром. И сальмон с рыбой. Вот такую пиццу. Здесь сыр, бекон и грибочки. Это молоко шоколадное. Так, вот взяла. Только я хотела найти фигаментную бумагу, я не нашла. Мам! Там тарелки. Ну там тарелки, конечно. Быстренько сделаем пиццу с креветками. Все голодные, кушать хотят? Нет, так паднула. Она суралуна. Папа, это подарос. Мама, я возьму мыло. Надо тортик в холодильник поставить. Мама, вы уже сядь пошел? Я одну попробовала и Каролина с Максом. Вот такое вот клубничное молочко и шоколадное. Я взяла тряпочки. Но здесь тряпочка есть, я не знала, что здесь есть тряпочка. Ну ладно. Домой заберу себе тряпочки. Такие вот. Здесь, оказывается, тоже есть. Ну ладно. Пусть будет. Так, еще один сок, я хочу попробовать его. С морепродуктами соус. Маргарита, здесь, по-моему, уже есть эти крабовые балочки. Рыбка красная нам на завтрак. Колбаса. Ветчина. Вот шампунька. Гель для душа. И мыло для рук. Нашла вот такие сухарики, просто взять с собой на пляж. Может, погрызть немножко, перекупить. Наши любимые печеньки. Тук. Еще креветки. Так, и пакет для мусора. Это мы взяли для Бони. Вкусняшки. Дала я ей попробовать? Да. Съела? Вот, в принципе, все, что мы купили. Нам это хватит, не знаю, на сколько. На несколько дней нам этого хватит. Такие вот печенюшки маленькие, можно их с молоком кушать. Все. Как погуляли? Понравилось Бонни? На песочке играть? Давай, кувыркалась. Каролина в отключке. Уже спит. Окошечко открыла, знаете, все-таки в квартире душно очень. Но вот если вот окно открыть, я надеюсь, что комариков не будут. Насколько нам сказали, что комаров здесь нет. Вот чуть-чуть, чтобы ветерок задувало. А то если закрыть, то это капец. Просто воздуха вообще нет. Ой, Ксюшка спит. Ну вот у вас прохладненько уже. Дедные, как они устали, а? Как они устали. Ну, где вы разу как? Жарко? Ну, направо. Все, ребят, всем спокойно и лучше. И до завтра. Пока-пока.